В огромной коммунальной квартире на Васильевском острове больше месяца жестоко избивали двухлетнюю девочку. В тяжелом состоянии ребенок оказался в реанимации. Соседи не замечали издевательств или делали вид. Следствие обвиняет в избиениях мать ребенка и ее сожителя. Обоих суд отправил за решетку. О невыносимой жестокости бытия и о человеческом безразличии в сюжете Игоря Иванова. Информация о госпитализации годовалого ребенка поступила в полицию из детской больницы Святой Марии Магдалины. Ушиб головного мозга, множественные гематомы, ссадины, туловище и конечности. Состояние тяжелое. Сожитель матери ребенка сбивчиво объяснял, девочка якобы упала с кровати на пол. Этот невысокий человек Александр Пельцер следствие обвиняет его в жестоком избиении ребенка. Издевательства над малышкой больше месяца происходили в коммунальной квартире на Васильевском острове. В итоге девочка оказалась на операционном столе, пока медики воздерживаются от прогнозов. Вы били ребенка? Пельцер приехал в Санкт-Петербург из Саратовской области. Вырос в многодетной семье. У него четыре брата и сестра. На фото из соцсетей он любящий брат и сын. Вот фотографии с его страницы в соцсети. Самый лучший друг – это мама. Она никогда не завидует, не желает плохого, а в глазах ее сверкает любовь и гордость за своего ребенка. Впрочем, поводов для гордости Александр матери не давал. В свои 22 года у него уже две судимости. У нас одна была судимость по малолетству, краже машин. А вторая вот недавно была, он там сожитель с какой-то девушкой, женщиной. Якобы он у нее что ли телефон украл, вот прям в прошлом году что ли было. А это мать из увеченного ребенка. Тамара Калмуратова, 21 год. Сначала ее признали свидетелем, но следствие выяснило, что она не сторонний наблюдатель. Тоже поднимала руку на малолетнюю дочь. Тамара, вы или Александр били ребенка? Тамара Калмуратова родилась в Боровичах. Мать не знала, а отец умер в 2010-м. Воспитывалась в детдоме. Окончила боровический техникум по профессии швея. Дочь родила еще будучи студенткой. Сразу отдала в дом ребенка. Но в мае, за три месяца до жестокого избиения, забрала девочку. Хотя органы опеки и выражали сомнения. Перевесила отсутствие судимости и вредных привычек у матери. Дочь привезли в коммуналку на Васильевском. Добропорядочная девушка, молодая, симпатичная. Ничего не задаваешь? Нет, ребенок абсолютно нормально. То есть улыбался даже мне. Маленький? Да, ну, колясочек год, наверное, сколько, полтора. Но оставляя коляску в подъезде и переступая порог квартиры, Тамара становилась другой. Екатерина была соседкой Тамары. Утверждает, мать была жестока к дочери. Раздавала ей подзатыльники по делу и без дела. Била по рукам, по губам, толкала сильно. С Александром Пельцером Тамара познакомилась в конце июля. А уже через пару недель они подали заявление в ЗАГС. Ребенка хотели отвезти к матери Пельцера в Саратовскую область. Я ей задала такой вопрос, говорю, Тамар, а ты не будешь по ней скучать? Она мне говорит, ну, мы же звонить будем. Ну, какая мать так скажет? Я поняла, что ребенок ей не нужен. Я сказала, везите ко мне, пусть будет у меня. Еще в середине июля у нее тут были совершенно другие молодые люди, в том числе кавказских национальностей. Тамара неоднократно своих молодых людей, с которыми знакомы, там, двое-трое суток представляла как биологических отцов ребенка. В записной книжке Тамары и ее будущего мужа планируемые траты на свадьбу. Кольца, рубашки, платья, маникюр, покраска бровей. Но оба не работали. Жили на пособие дочери. Данная женщина финансировала данными выплатами своих мужчин, многочисленных мужчин. Она тратила деньги за несколько дней, а потом просила у знакомых деньги на памперсы. В суде прозвучала, избитая девочка не единственный ребенок Калмуратовой. Вторая дочь, полугодовалая, воспитывается в другой семье. Вероятно, будет поставлен вопрос о лишении родительских прав. Дело возбудили по статье «Истязание». Калмуратову и Пельцеру может грозить до семи лет лишения свободы. Ход расследования взял под личный контроль руководитель Петербургского следственного комитета. Игорь Иванов, степень защиты.